МОСКВА МОСКВА не очень город, предназначенный для семейной жизни и для такой спокойной жизни. МОСКВА А у нас в гостях Светлана Судоплатова, журналист, искусствовед, жизненный принцип «Любить и быть любимой». Александр Курганов, студент, начинающий режиссер. Жизненный принцип «Верь себе, будь собой». И Карина Леонтьева, студентка, журналист. Жизненный принцип «Проживать каждый день, как последний». Здравствуйте. Здравствуйте. Собственно, начинаем мы нашу программу с вопроса «Зачем вы приехали в Москву?» Это вопрос для Александра и Карины. Начнем с Александра. Не для москвичей. Не для москвичей, хорошо. Первоначальная цель приехать в Москву была, естественно, уехать из моего просто города, просто уехать оттуда. Откуда? Из города Коломна. Это московская область, в принципе, не так, потому что и далеко. И пойти учиться. Все. Планы были просты. То есть, как это бывает в городе? Ты говоришь, я поступил в Москву, и все, и дальше уже можешь не отвечать. Дальше ты уже рапортуешь вуз, специальность, и всем это так интересно, все тебя слушают, это звезда. Так. Карина? Ну, я жила в таком закрытом городе, он до сих пор закрытый город. Это на Урале. Могу озвучить его город Новоуральск, о нем мало кто знает. И родители решили привезти меня в Москву, потому что здесь больше возможностей получить хорошее образование. То есть ты переехала сюда вместе со всей семьей, а не одна? Ну, вместе с мамой переехала. Угу. Светлана, а как ты относишься к людям, которые вот так вот приезжают в столицу? Я положительно, потому что большой город, здесь требуются люди, потом у нас свободная страна. Ну, все это прекрасные лозунги. Мир без границ. Да, да, да. Но, тем не менее, страна у нас и не резиновая, как ты понимаешь. Мы ничего не имеем против конкретно определенных лиц. Но когда мы начинаем смотреть за статистикой, и как количество людей прибывает, и прибывает, и прибывает, дальше задаешься вопросом, может быть, стоит ограничить? Ну, все равно это будут какие-то меры насильственные, любое ограничение, то есть это насилие. Вот, единственное, можно, допустим, какие-то вводить специальности, или, допустим, вакансии именно государственные, да, то есть требуются люди, чтобы люди приезжали не на пустое место, а уже на какую-то конкретную работу. Именно те специальности, куда, может быть, москвичи не хотят идти, или где требуются люди. Саша, ты приезжал сюда на конкретную работу? Вопрос хочу, можно добавить, все современные компании, в принципе, так и делают, как бы, каждый может открыть интернет, найти какую-то вакансию, большая компания, ну, прежде всего, это делают большие компании, и всегда предлагаются условия переезда, в принципе, из нормальной должности. В принципе, какой-то разработчик, ну, в основном в этой сфере это очень хорошо развито. Очень много проблем с нахождением работы, поскольку люди, которые хотят приезжать из глубинки, хотят покорить Москву, это самая главная трудность для них, найти работу. Прежде всего, это жилье, тема жилья, это очень актуально. На самом деле, люди, которые приезжают из региона в Москву, для них первоочередная задача состоит просто устроиться на работу и начать карьеру, потому что есть такое мнение, что Москва – это, как бы, путь для всех, много дорог, и поэтому люди сюда едут. Жилье, деньги, работа. Проблемы общения, они более открытые, надеются на лучшее, ну, встречают людей, замкнутых на своих проблемах, может быть, не таких разговорчивых, общительных, улыбчивых. Ну, я думаю, найти работу, жилье, новых друзей. Ну, ты когда ехал в Москву, ты ехал в Москву зачем? Какова была твоя цель? Свобода. А там ты не чувствовал себя свободной? Нет, там родители. Только поэтому. А неужели нельзя было в том же городе, где ты жил, там снять квартиру отдельную? Можно было снять квартиру. Ну, мне интересно было, конечно, образование, хотя это всё очень вторично. Второе, для чего я ехал, это общежитие. Общежитие – это школа жизни. Вот, которую надо было пройти. И всё. И я ехал туда. Какая вот у людей всё-таки позиция. А может быть, вы и туда ехали за культуру, ну, в Москву, в смысле, не туда, а сюда, к нам. Может быть, потому что здесь огромное количество театров, музеев. Не, ну, понятное дело, что, как бы, Москва – это город таких возможностей в нашей России, да? Куда ты можешь приехать. И, в принципе, любая субкультура, любое, в принципе, там, любое направление, которое тебя интересует, её можно там найти. И из этого что-то может быть, да и вырастет. Понимаешь? Ну, конечно. В принципе, один из самых больших в Московской области. Но всё равно там преимущественно каши не сваришь, если захочешь. То есть, хотелось что-то увидеть новое там, не знаю. Ну, как? Как и все думают о Москве, что что-то такое, когда смотрят телевизор. Ну, что новое ты увидела? Ничего нового. Так, разочарование? Нет, никакого разочарования. Карина, а что нового ты увидела и увидела ли? Ну, я приехала, ну, в принципе, давно. И такая иллюзия красивой жизни, да, была, что в Москву приезжаешь, смотришь сериалы про Москву. И, то есть, в таком розовом цвете её видишь, что я всегда хотела быть очень знаменитой, ну, в детстве, да, такие мечты. И когда смотришь такие сериалы, там, вот, ты идёшь, и тебя продюсер заметил, и он говорит, девушка, вы нам подходите, пойдёмте. Ну, да, то есть, раньше «Москва, Москва» — это что-то такое на слуху, куда, вот, если ты попадаешь, то что-то такое произойдёт. А потом ты просто туда попадаешь. Красивая жизнь, то, что, там, ты принц на белом коне, там, сразу будет жить на Рублёвке, ещё что-то. Ну, пришлось столкнуться с трудностями, всего самой добиваться, потому что я, там, на Урале проучилась до третьего класса, и училась на пятёрке, на одни, но папа платил, папа приносил видик, и мне ставили пятёрки. Сюда я приехала, меня здесь никто не знает, город большой, и я стала двоечницей, поэтому, как бы, вот. Правда? Вот так сразу? Ну, да, я в гимназию поступила, и, в общем, никому ты не нужен, то есть, там по связям, там все друг друга знают, а здесь ты никому не нужен, и ты добиваешься, и зарабатываешь себе имя сам, зарабатываешь. Ну, вот, помимо двоечницы, с какими трудностями ещё пришлось столкнуться? Ну, не совсем двоечницы, просто, ну, с какими, мне было тяжело, вот, серьёзно, мне нанимали репетиторов, то есть, там, папа заплатил, папу все знают, я, там, звезда в городе, и всё. А здесь никто тебя не знает, ты, ты вообще, ты никому не нужен. Ну, и стоила ли игра свеч? Вот вопрос. Стоило ли приезжать в Москву, если там? Стоило, закалился характер, и ты сейчас вообще всё по-другому воспринимаешь, и я даже благодарна, что у меня было столько сложностей, через которые пришлось пройти. Вот, Света, а можно тебе такой вопрос? Просто я, общаясь с москвичами, сталкивался тоже с такой интересной проблемой. Многие москвичи думают, да ну её столичную жизнь, она такая суетливая, она такая стихийная, хочется напротив куда-нибудь, в деревню или в провинцию, спокойно пожить. У тебя такие мысли... В глушь Саратов. В глушь, да. Такие мысли не посещали тебя? Ну, да, потому что я люблю путешествовать, вот, но я бы не переехала именно вот на совсем из Москвы, потому что я люблю ходить в театры, люблю на концерты, люблю Москву именно в центре, то есть это в пределах Садового кольца. Терпеть не могу спальные районы, вот это вообще. Вот, и мне нравится уезжать из Москвы и иногда туда возвращаться. И вот этот вот момент, когда ты езжаешь, там, на экскурсионном автобусе или в метро, когда тебя долго очень не было, я, как бы, Москву очень люблю в эти моменты, в два раза больше. Вот, поэтому мне кажется, что из больших городов стоит иногда уезжать, но на совсем из Москвы бы я бы не уехала. Александр, а тебе с какими трудностями пришлось столкнуться? Ведь ты переезжал уже, будучи самостоятельным человеком, да, Карина переехала, будучи маленькой девочкой, с мамой, о ней было кому заботиться. Ты же ехал сам один и в никуда. У меня здесь сестра, в принципе. А, сестра. Ну, я к ней, правда, никакого отношения не имел. Ну, с какими можно было столкнуться с трудностями? Ну, именно... Нет друзей. Нет друзей, да, нет, но так получилось, что я тут же нашел друга, с которым я был вместе в детском садике из моего же города, и нас поселили на одном этаже. То есть уже какой-никакой друг там нарисовался. Мир тесен. Да, мир тесен. Ну, и первый курс студенты, да, они все там друг с другом дружат, то есть, как бы, нет каких-то друзей таких близких, а теми, с которыми можно выпить, не знаю, повылять, сходить на концерт, театр, куда угодно, они, в принципе, и есть. То есть, какие трудности там могут быть? А административного, может быть, характера? В каком смысле? А документы какие-то, а помнения? Нет, я же в Московской области. То есть, в этом нет никаких трудностей. В Московской области их вообще не трогают, не спрашивают, не дергают. Но ты можешь приехать и уехать, опять же, до дома, на электричке, на любой. Трудности, в принципе, то, что ты все-таки все равно остаешься один, это да. Вторая трудность, это то, что тебя начинает затягивать это общежитие, институт, такая большая кулака, серая масса, из которой тебе потом очень тяжело выбраться. Вот это действительно трудность. Трудность в достойных людях, все откуда-то понаехали, действительно так получается, все разные, друг с другом ругаются, не могут никак помириться. И первая моя мысль, в принципе, когда я попал в это общежитие высшего учебного заведения, я был очень разочарован. Вот когда вы приезжали в Москву только-только, у вас были какие-то определенные планы по покорению Москвы, быть может, наполеоновские планы? Или спонтанно совершенно, стихийно вы сюда приехали? Для меня это было обязательным. Это просто было обязательным. Я учусь сейчас в школе, потом я буду учиться в Москве и получу здесь высшее образование. Это единственное, что я знал, и это даже не какая-то мотивация, но это просто... То есть это установка была, да? Это установка была, да, которая мне запускала. Жизненная матрица. А установку кто делал? Родители или ты сам так решил? Я не помню тот момент, когда... Я сам так решил зародить. Да, когда это перестали делать родители. То есть потом это уже как-то, да, осознанно, видишь, в Москву пытаешься поступить. Карина, а у тебя как? Ну... В третьем классе трудно иметь какие-то планы. Да, да, то есть родители решили, что надо получить образование, и всё, собственно. В экономический класс мне отдали, где я вообще... Ну, алгебра, это что? Что это? Да, то есть я сидела с репетиторами вместо одного часа, сидела до 12 часов ночи с ними, там, 4 часа, и приходила уставшая, всё равно не понимала. Папа мечтал, чтобы я там была каким-нибудь экономистом, да, юристом, но это, я говорила, это не моё. И, в общем, он понял в девятом классе, что бесполезно со мной бороться. И мне ещё по физике поставили несправедливо, 2 в четверть. Вот, вот, серьёзно, я такая... До сих пор, да, больная? До сих пор болит, вот, несправедливо. И я хлопнула дверь и сказала, вы ещё обо мне узнаете. И как раз у меня сестра училась в институте телевидения и радиовещания, и я ушла в лицей при институте и пошла по её стопам. В общем... Ну, они, безусловно, о тебе узнают, можешь передать им привет. Да, привет. Я на канале просвещения. Да, и всё, что мне делается, всё к лучшему. Может быть, если бы меня не поставили, я бы и не ушла в лицей, потом в институт. Поэтому, вот, даже это к лучшему, я думаю. А всё-таки первые впечатления о Москве? Злые люди мне показались. Ну, я такая наивная, такая, прям открытая приехала. Ну, и сейчас, да, немного изменился характер. Да. А так, то есть такая прям со всей душой ко всем. Мне люди показались более замкнутые, более злые. И ещё там предпредали меня друзья. Я вообще всё разочаровалась. Поняла, что в Москве каждый сам за себя. И, в общем-то, тут вот сложновато найти настоящих верных друзей, которые тебя поддержат во всём. Света, а можно тебе вопрос? Москвичи действительно отличаются от других представителей наших российских городов? Российской федерации. То тебе нужно немножко отгородиться. Есть же вот в этой психологии такой пространства, ну, то есть, что у каждого человека есть какой-то такой, ну, определённый какой-то барьер. Нет, да, вот, как бы личное поле. Вот, и у каждого оно разное. То есть, у кого-то там метр, полметра и так далее. Вот, и у людей, которые живут в больших городах, вот это вот личное пространство, оно больше. Вот, и это связано с тем, что москвичи более закрытые. Но, с другой стороны, мне кажется, это связано с характером, с образованием. То есть, люди, которые работают в журналистике, актёры, там, художники, они более общительные. И всё равно, там, это москвич, ты, Нью-Йорк, там, откуда ты. Ну, я не могу себе представить, особенно учитывая, какое количество людей собирается у нас в метро московском, что у нас вот такое вот личное пространство. По-моему, мы как раз друг к другу вот впритык, как шпроты. Ну, это и вызывает эмоции. Да, что ты едешь. А всё-таки злой человек москвич? Москвич. Ну, в метро, мне кажется, каждый второй, как бы, злой. То, что ты стоишь и думаешь, вот уроды, вот уроды. В метро каждый второй злой, где каждый первый не москвич. Ну, вообще, у меня ещё к Светлане вопрос. Вот, у тебя же наверняка есть знакомые люди, которые тоже приехали откуда-то. Ты помогаешь им как-то адаптироваться в Москве? У тебя был такой момент, когда вот ты познакомился с человеком, который только-только приехал, и тебе надо было его как-то ввести в эту атмосферу? Ну, только-только нет. Ну, где-то, если человек был там, полгода, например, или несколько месяцев. Ну, я показывала какие-то центральные места. То есть, вот одну подругу я катала на монорельсовой полезной дороге. Вот, здесь Асанкина показывала, например. Вот, например, ну, вот у меня мама говорит, что из-за того, что у меня много друзей, они из Москвы, говорит, что я вот даже и одеваюсь не как москвичка, да, то есть я этого не замечаю. Ну, вот, она говорит, вот, ты даже у них перенимаешь какие-то привычки или стиль одежды. Интересно, а как это одеться не как москвичка? Да. Ну, в метро это видно, в принципе. Серьезно? Да, это метро, вот, как-то это видно, да, то есть. Или сразу видно человека, который пытается быть как москвич, то есть, как бы, как это из глянца открывает какой-нибудь журнал, вот, и прям видно, что набор вещей, который якобы должен быть у человека, который хочет быть в обществе, там, что-то там. Вот оно представление о москвичах. Гламурные подонки. Гламурные подонки, да, да. То есть Ксений Собчак, это у нас москвич, москвичи, да, собственно говоря. То есть летом это там синие джинсы, белые-белые кроссовки, какая-нибудь майка там с принтом, вот, типа это модно, ты москвич там, да. Вот, а на самом деле, что москвич, он может быть одет, но абсолютно как-то не модно, но просто удобно, да. Саша, а у тебя в городе люди в майках с принтом не ходят? Мне кажется, это не только в Москве такие люди. В принципе, достаточно самобытный город, но в плане культуры приближённый к Москве. То есть он большой и развитый. Там все же марки, торговые центры. Скажем, я бывал в больших городах нашей страны, и в Екатеринбурге был, но я встречал тоже гламурных людей, и это отнюдь не москвичи. Саша, у меня возникает такой парадокс, а как же так? А можно тебе? Да. Оля, а помнишь, ты рассказал, что тебя в какой-то клуб не пустили? Да, это было такое. В московский клуб не пустили. Да, но ты же москвич, а тебя не пустили. Меня не пустили, потому что там есть фейсконтроль. Мне важно, москвич ты не москвич. Там не паспорт смотрят, а на то, как ты оденешь. Ветро нет фейсконтроль. Да, ветро нет. На то, кошелек твой толстый или не толстый, вот куда смотрят во всех клубах. И, кстати говоря, если говорить о том, какое количество людей не москвичей ходят в эти клубы, то я думаю, как раз процентов 70-80. Москвичи этим не занимаются. Ну да. Ежедневно в столицу в поисках лучшей жизни приезжают тысячи людей. Молодежь мечтает поступить в столичные вузы и найти хорошую работу. Другие мечтают о славе и признании. Многие из них надеются, что Москва решит все их проблемы и смотрит на все через розовые очки. Приехав в столицу, люди сталкиваются со многими проблемами. Поиск жилья, работы, регистрации. Кому же рядом нет родных и друзей. Человек остается один в незнакомом городе. В таких жестких условиях сможет пробиться только целеустремленный, решительный и смелый человек. Сейчас карьера напрямую не связана с трудолюбием. Она связана скорее с наличием связи, удачи и денег. Все это на периферии может быть представлено в большем объеме, чем у москвичей. И поэтому им может сразу сильно и здорово повезти. Они могут сразу получить какую-то должность. Как отмечают сами москвичи, уровень жизни в столице действительно очень высокий. А вот качество жизни оставляет желать лучшего. В Москве бешеный ритм жизни. Цены на отдельные товары и услуги зашкаливают. Экология нарушена. И тем не менее, год от года желающих покорить Москву становится все больше и больше. Кто лучше ориентируется в Москве? Москвич или не москвич? Опять же, мне кажется, это просто культурный человек. Ориентируется хорошо. То есть это может быть приезжий человек, а может быть и коренной москвич. Есть москвичи, которые живут в районе Биберева, Митина, которые выбираются в центр раз в год. Какой-нибудь там день города Москвы. И они в центре ничего не знают. Они знают только свой район. Саша, хочешь? Ну, я не соглашусь с этим. У меня просто очень много друзей из Биберева. Оттуда и они нормальные люди. И москвичи ли они, понимаешь? Они москвичи. Они москвичи, да? Ну, как. Или Москва? Да, я понимаю. Но просто есть опять же такой стереотип, что многие москвичи действительно разбираются в Москве. Но так же, как когда мы приезжаем в Париж, вот спросите у парижанина, как дойти туда-туда. Не каждый парижанин знает. Потому что человек, который живет в своем городе, он привык быть не туристом. Он не туристом, он именно житель. А мы, когда приезжаем, мы как туристы. То есть мы начинаем рассматривать. Но здесь опять же мотивация какая-то. Карты смотреть, учить, где что находится. Да, именно это и можно сказать. Я покорю этот город. Я выучу каждую его улицу. Да, да, да. Просто москвичи, да, думают. Я в любой момент могу сходить в музей или в театр. Всегда-всегда будет время. Я всегда схожу. И сходят лет 60. Да. А когда ты приезжаешь, тебе хочется все и побольше везде оббежать. И побрать в себя. Карина, ты хорошо знаешь Москву? Нет, плохо знаю Москву. Я сама живу в Подмосковье. Город Королево. Но как ориентируясь, хорошо уже, нормально. Ну, что тебя покорило в Москве? Какая достопримечательность, допустим? Ну, сама Москва. Театр музиный какой-то. Не знаю, Кремль в первую очередь, конечно. Что? Ну, много чего интересного. Это очень патриотично. Красная площадь. Красивая площадь. Саша, тебя что-то покорило здесь? Может быть, какой-то театр, может, кинотеатр, может, музей, памятник? Да я бы не стал ничего просто выделять. Это театр, это театр. Кремль этот, Кремль. Ну, пришел, видел я его. Хорошо. На фотокарточках. Просто, ну, я пытаюсь не относиться с каким-то фанатизмом. В плане одежды это опять фанатизм. Москва – это город соблазнов. Живи ты, пожалуйста, не знаю, в каком-нибудь захаустье, нет у тебя телевизора, тебе он и не понадобится через какое-то время. Если ты его никогда не видел, ты не можешь хотеть то, чего ты не знаешь. Москва – это город соблазнов. Ты приезжаешь, видишь рекламу. Ты приезжаешь, видишь, надо так, надо так. Если у тебя там, ну, зависит от того, как думает твоя голова. Ты можешь им поддаваться этим соблазнам, может быть, и нет. Я просто, ну, отчасти нахожусь по другую сторону этих рекламных счетов, да, и пытаюсь придумать, как заставить людей купить то или иное, или пускай они это хотят. Поэтому, ну, у меня к этому иммунитет. И такой же иммунитет к фанатизму от чего-либо. Света, а ты как москвич, может быть, поделишь своим соблазнам, что тебе нравится в столице нашей Родины? Ну, мне нравится летом бродить по центру, по тихим улочкам, особенно вот в субботу вечером после шести. То есть вот именно приятно ходить в центре, потому что нет народу. То есть вот эта масса народу, которая приезжает в центр на работу, соответственно, в субботу, в воскресенье их нет. И поэтому... Особенно зимой. Ну, зимой холодно. Холодно, поэтому и нет. Вот, а летом это очень хорошо. То есть я люблю Москву без людей, то есть чтобы их было как можно поменьше. Вот, то есть тогда это хорошо, как бы в этом... Я люблю ездить, допустим, в метро тоже ночью, когда нет народу. Вот. Вот, поэтому... А ты читаешь метро? Да. Ну, поэтому и приятно, книжка хорошая. Едешь, тебе никто не мешает, ты никого не злишься и читаешь книжку. Света, а можно у тебя такой глубокий вопрос? А трудно ли оставаться москвичом в городе по определению интернациональным? Какую-то самоидентификацию вот при этом оставлять за собой? Ну, я думаю, если у тебя какая-то есть эмоциональная связь, именно с каким-нибудь местом, или с писателем, или там с музеем, то есть... С писателем, музеем, это ты про Булгакова? Нет, ну, разно. Ну, как бы, это вот там, например, Арбат, там как бы улица, там кто-то, может быть, любит Булату Куджаву, то есть, и когда он где-то слышит или видит Арбат, у него сразу ассоциация, это Булат Куджава, там, например, Таганг, это Высоцкий, да? А когда немец приходит на Арбат, он слышит Арбайден, и начинает работать. Вот, то есть, может быть, у кого-нибудь там, не знаю, Красная площадь, это Сталин, там, или что-то еще, да? То есть, чтобы была какая-то цепь ассоциаций, которая тебя сближает с городом. Вот, потому что, когда город для тебя, это просто какой-то набор домов, то это тогда... Ну, тогда смысл, Москва это или не Москва. Да, то есть, когда-то нет разницы. Ну, меня еще в Москве поразило то, что все бегут, бегут, бегут. То есть, в том городе, где я жила, да, и туда каждый год ежут, там, родственники, а в Москве... Там как будто бы время остановилось. Вот все медленно, все как-то вот так. Москва, это же постоянно в движении, это просто... У меня есть такое ощущение, когда я приезжаю к себе в город, что все люди идут, ну, просто заторможенные, невыносимо заторможенные, медные идут. Вы устояете от этого ритма? Нет, мне он нравится. В общем-то, если тебя окружают люди в таком же ритме, и тебе с ними легко и свободно в нем жить, и все. Мне кажется, зависит от окружения. Есть, конечно, Москва, это все-таки столица России, сюда приезжают люди со многих городов, наши необъятные родины. И, конечно, они мечтают заработать денег, устроиться на хорошую работу, сделать себе карьеру и найти любовь. Ну, это примерно то же самое, мне кажется. Да, наверное, есть, но это у каждого своя мечта, и каждый сам ее определяет. Я думаю, близкие понятия, потому что заключается как бы банально приехать, заработать много денег, так же, как и американская, может быть, да. Но не всем она подвластна, так же, как и американская, так же и московская. Ну, лично для меня это уехать из Москвы, в прямом смысле слова. Американская мечта, понятно, там надо стать просто богатым человеком, заработать свои миллионы. Московская мечта, не знаю, у каждого своя. У меня такой вопрос, вот есть такое понятие, да, американская мечта. Скажите, есть ли аналогичная ему московская мечта, и какая она у вас, Карина? Ну, вот я уже сказала, то, что у меня мечта была стать вообще там актрисой, да, там, знаменитой. Даже играла в театре. Но поняла, что вот у меня была такая мечта, что кто подойдет ко мне, продюсер, скажет, девушка, ну, мы еще подходите, пойдемте у нас поснимайте. Но я поняла, что нет, в Москве все не так, и если у тебя нет головы на плечах, то ты не сможешь стать никем. То есть ты там должен трудиться, трудиться, еще раз трудиться, чтобы встать на ноги и сделать себе имя. А так... Это и есть московская мечта, трудиться, трудиться еще раз. Нет, это была московская мечта, это было то, что тебя приметили, заметили, и так все легко. Да, если ты там красивая девушка, тебя заметили, то возможно тебя устроят на работу, да? Но через пять лет придет другая девочка помоложе, и ты такая же красивая, и ты уже будешь не нужна. Поэтому нужно учиться, получать образование, и уже самому вставать на ноги через терник, звездам, я не знаю. Но у тебя получилось сделать себе имя? Ну, я маленькими шажочками иду к этому. Вот. То есть твоя цель все-таки слава, да? Ну, не то, что слава, а заниматься любимым делом. Вот, наверное, это сейчас вот цель стала. Но если добьешься славы, ты о нас не забывай. Вот уже обо мне не забывать, если что. Александр, какова твоя московская мечта? Я купил. Просто учиться. Вот программа минимум выполнена, а максимум? Нет, есть еще одна программа минимум на жизнь, в принципе, да? Но ее сложно отнести к мечте. Это, естественно, там какая-то работа, которая даст тебе определенную независимость в плане финансов, да? Квартира, да, в которой ты будешь постоянно жить. Это такие обязательные параметры. Вот. И жить приходится в каком-то обязательном ритме. То есть ты работаешь, учишься, все это получаешь ради того, чтобы получить свое обязательное свободное время. Занимаешься, можно, наверное, так сказать, какой-то мечтой. То есть я вот пытаюсь заняться съемками. Ну, я этим, в принципе, и занимаюсь. Куда-то езжу, что-то снимаю, что-то пишу. Где-то получается, где-то нет. В принципе, моя мечта – это то, что я придумываю, то, что я хочу реализовать, реализовывался. Чтобы когда-нибудь я сел, сказал, да, я вот это сделал, я могу это посмотреть или прочитать. Учиться можно в любом городе, да? Квартиру можно купить в любом городе. Даже снимать можно, ну, практически в любом городе, где есть телевидение. А что же такого именно в Москве? Почему именно Москва? И что можно покорять в Москве? Все-таки помимо… Ну, у Карина более-менее определенная такая цель, да? А вот почему именно Москва? Ну, я понимаю, что, может быть, из-за того, что близко, но почему не Санкт-Петербург? Очень романтичный город. Или там не Екатеринбург. Это крупный достаточно центр. Ну, давайте надо подумать. Да. Ну, подумай, пожалуйста. Надо думать, почему именно Москва. Власть. Капитал. Капитал, да. Ну, я думаю, что просто уровень зарплат в Москве гораздо выше, чем в Питере. В Питере, допустим, на средний уровень зарплаты тысяч 15, например, да. Да и работы там нет. Но ведь и цены в Москве тоже выше. Ну, все равно. Возможности больше в Москве. Устроиться куда-то на работу. И чтобы дать достойное образование детям, там, как бы, семью содержать. Вот. То есть, мне кажется, больше из-за финансового. Когда я с ним встречусь, я вам расскажу. Целеустремленный. Сильный. Он молодой. Целеустремленный. С огромным желанием чего-то добиться. Не знаю, почему именно в Москве. Ну, отчасти он должен быть смелым. Потому что не каждый решится с теплого места уехать и непонятно, куда приехать, да. Непонятно, с какими перспективами. Плюс человек должен быть решительным. Вот. Ну, и, соответственно, быстрым. То есть, он должен быстро вращаться и быстро принимать решения, быстро адаптироваться. А он турист, наверное, в какой-то степени. Многие люди считают, что в Москве не живут, а выживают. Но есть такое мнение. Потому что этот город не всегда к тебе расположен по-доброму. Вот скажите, легко ли вам живется в этом городе? И выживаете ли вы в нем, Саш? Когда-то живу, когда-то выживаю. Когда ты выходишь с утра, то как на войну. Выходишь биться, добиваться. Все. А потом уже вечером с друзьями за пивом ты и живешь. Вот так? Да, именно так. Все очень просто у тебя, Саша. А у тебя как Карина? Ну, я живу, радуюсь жизни. Но на самом деле, Москва – это огромнейшая конкуренция, хоть возможностей и больше. И тут просто ты должен каждый день совершенствовать саму себя, чтобы выжить в этой борьбе за место. Так что… Здесь же происходит, по сути дела, естественный отбор. Да. Выживает сильнейший. Выживает сильнейший. И очень трудно быть сильнейшим. Трудно, поэтому… Нужно работать над собой. Как ты говоришь, трудиться, трудиться, еще раз трудиться. Вот она все-таки московская мечта. Я понял. Вот так говорят, кстати, что… По поводу того, что выживая сильнейший, да, что люди, которые приезжают в Москву, чтобы с целью именно покорить ее, они такие очень жесткие… Карьеристы. Карьеристы, да. Ты можешь сказать о себе такое? Ну, больше да, чем нет. Тебе приходится переступать, может быть, через людей или через какие-то свои принципы? Через людей нет, потому что я слишком добрая. Но Москва сильно закаляет характер. Вот серьезно. То есть… Врага изничтожить можешь, если он бы твоим врагом? Ну, наверное, врага. А так через хороших людей я не буду приступать. Я не считаю просто Москву чем-то сборищем каких-то людей-карьеристов, которые друг друга бьют и пинают. Я… Если кто-то хочет меня пнуть, я этого человека вижу, и мне хватит ума, например, как-то это обойти. Если мне надо куда-то добиться, то, опять же, надо приложить голову и придумать, как туда дойти. То есть, в принципе, это интересная среда, в которой, ну, как любая другая среда, в которую ты придешь, тебе надо там в ней что-то добиться, ты же не пойдешь всех хватить, да, там, я не знаю. То есть, это обычная среда. Ты не рассматриваешь большой город как такой ринг? Почему? Большой ринг. Ну, в принципе, это ринг, если ты боксер. Не знаю, но если ты… А если ты судья? Ну, то есть, это вполне себе естественная среда, я считаю. Это, ну, сущность человека просто, который заточен вот в вот этот город и живет вот по таким-то принципам и канонам. Это просто надо понимать и иметь в виду, и не забывать про это. И все. Но это не значит, что надо быть очень жестким карьеристом, переступать через кого-то и вообще не быть человеком. Я считаю, что можно оставаться человеком и в то же время выигрывать. Светлана, есть ли у тебя в голове этот образ приезжего человека как жесткого карьериста? Ну, может быть, кто-то, да. То есть, как бы отчасти есть такие люди. Вот. Но мне кажется, что Москва, ну, любой большой город, это просто место, где ты можешь быть собой. То есть, ты можешь не смотреть, что тебе скажут там, как бы сосед, одноклассник, там, еще кто-то. То есть, в маленьком городе это есть. То есть, вот это вот сарафанное радио, которое там слухи передается, да. А в Москве просто там снимешь квартиру в другой части города, и тебя вообще никто не знает. И это дает определенную такую, какую-то свободу. То есть, ты действительно думаешь, что люди приезжают из провинции в Москву для того, чтобы ввести свободу, а не чтобы устроиться в высокоплачную работу? Нет, ну, отчасти да. То есть, как бы, чтобы быть независимым. Чтобы там, как бы, особенно люди, допустим, какой-то определенной субкультуры. Вот. Потому что в маленьких городах и просто бьют. То есть, когда ты будешь писать свою очередную пьесу, а человек из провинции, который приедет, с талантом, напишет более, может быть, интересную пьесу, подсидит тебе, а ты скажешь, нет, он просто хотел свободы. Just a business. Все зависит от обстоятельств, как все сложится. Да, потом мне кажется, что хорошая пьеса всегда найдет своего, как бы, читателя. Вот. То есть, если кто-то напишет пьесу лучше, чем я ее поставил, я буду только рада. Например, да. То есть, я найду какой-нибудь, как бы, другой театр. Вот. Или еще лучше пьесы, например, напишу, да. А если вот получится так, что из провинции, я не против, кстати, будут талантливые люди приезжать, они будут занимать высокие посты. Правильно, посты? Посты. Они будут занимать высокие посты. Но тогда все москвичи будут либо дворниками, либо стены красить, и заборы, и так далее, и так далее. Потому что все москвичи они будут брать. В естественном отборе москвичи, извините, зажрались и будут проигрывать. Я думаю, будут те проигрывать, кто не хочет просто самосовершенствоваться. То есть, у меня есть знакомые, которые просто, допустим, сдают, как бы, квартиру и на эти деньги живут. Не учатся, не работают, или что-то такое, да. А человек, когда приезжает в Москву, и у него ничего нет, то есть, он просто вынужден из себя все соки, чтобы просто выжить. Ну, Свет, бывает такое, когда вынуждены, я просто хотел. Просто мы же не осуждаем людей. Есть и такие люди, которые не хотят развиваться. Это их личный выбор. Но тогда, пусть они работают дворниками, то есть, мы не даем им права занимать высокие посты. Нет, то есть, это все зависит от индивидуальности. То есть, если человек хочет, он добьется, и все равно, откуда он, из Москвы, не из Москвы. То есть, вот я знаю, что многие преподаватели в литературном институте, Горького именно, жалуются, что вот раньше в Советском Союзе они ездили по стране и набирали талантливых ребят. Из сел там, и так далее. А сейчас такой практики нет, нет денег. И сокращаются места в общежитиях. И получается, что в институте сейчас очень много москвичей или вот из Подмосковья. И почему-то говорят, что, то есть, как-то такая масса какая-то такая серая. То есть, все примерно на одном уровне, да, то есть, пишут. То есть, может быть, это как-то среда влияет, да, что все из одной среды, и все пишут примерно одинаково и примерно, как бы... Посредственно. Да, нет, как бы. То есть, об одном и том же, так как они, то есть, как бы из одной среды. Вот. Поэтому, мне кажется, наоборот, если чем больше разных людей, тем больше у людей опыта. И мне интересно общаться с людьми из других городов. То есть, я, как бы, для себя очень, как бы, много беру, общаясь с другими людьми. Светлана, вот у нас Александр и Карина приехали в Москву в поисках какого-то комфорта, да, лучшей жизни. А тебе не хочется уехать в какой-то другой город или, может быть, в другую страну тоже в поисках комфорта? Или лучше жизни? Ну, я думаю, что я бы уехала из Москвы, только если бы была какая-нибудь жесткая, это, как бы, такая система политическая, да, вот, то есть, тогда бы я уехала. Это так. И то, то есть, как бы, я бы, наверное, не то, чтобы я уехала, а меня бы выперли, когда, там, такой философский, да, пароход, вот так, меня бы выберли. Это было бы скорее от обстоятельств, чем за чем-то. Да, то есть, именно за какими-то деньгами или, там, как бы, благами я бы не уехала. Ребята, для вас Москва является конечным пунктом или это всё-таки какая-то ступенька на пути к чему-то большему? Ну, я опять хочу сказать, что, как бы, существует два человека. Один, это у которого есть обязательные какие-то параметры, да, то есть, это карьера, добыча степени свободы в виде денег, да, то есть, деньги – это определённая степень свободы, всё-таки это стоит признать. И есть духовная составляющая, это режиссура, да, реализация каких-то своих творческих талантов. Так вот, если рассматривать это в той жизни, где карьера, то Москва, конечно, это ступень, потому что, хоть многие люди там и думают, что, ну, это не центр никак ничего, то есть, всё, что есть в Москве, есть и в Европе, приходят к нам оттуда, и… Да, может быть, там, кстати, даже… Оттуда же всё идёт. Ты никогда, ты даже, если будешь самым лучшим здесь, а я вот, если работаю в сфере IT, то есть, у нас нет продуктов, которые рождаются именно у нас, у нас нет первых никого. Там они даже подешевле. Никого, и там они и подешевле, и, в принципе… Ну, там надо быть и более, скажем так, профильным специалистом, иметь там твёрдые, широкие познания, да, в своей специальности. Ну, как бы, специальности бывают разные. То есть, если рассматривать это в плане карьеры, то Москва не может быть конечным пунктом, если ты не добиваешься какой-то власти, к примеру, да, то есть, если ты не решил управлять там под Москвой, к примеру. И окажешься в Кремле, и Карина будет любоваться. Александр Кремлев. Карина. У меня немножко философски так размышляю. Всё зависит от обстоятельств, да, я не знаю, что будет через час, там, завтра, через месяц. А чего ты хочешь? Я хочу просто заниматься любимым делом, а куда меня эти дорожки приведут вообще по жизни, я не знаю. что, возможно, куда-нибудь уеду, может быть, нет. Но пока всё хорошо, я учусь и набираюсь опыта. И можно тогда такой вопрос по поводу уеду. А нет ли у вас желания, допустим, когда вы состоитесь как личность, вернуться в тот город, откуда вы приехали в Москву? Есть такая поговорка, она идёт ещё из древнего Рима, что лучше быть первым на деревне, чем вторым в Риме. Нет ли у вас такого желания? Погостить только. Только погостить? Только погостить, да. Потому что там, ну, там мёртвый город, вот честно я скажу, закрытый, и просто уже одни старики остались, у меня нет туда желания уехать обратно. То есть в Москве больше возможностей, и я, пожалуй, останусь тут. А вам не кажется, что если мы будем пользоваться такой логикой, и все люди будут уезжать только в Москву и не возвращаться, все эти маленькие города вымрут? И что же останется от России? Только большие города? Только большая Москва. И большая Москва? Да. Я так не думаю. Не все маленькие закрытые города умирающие всё-таки. Не все, да. И не так много закрытых городов, я думаю. Потом в Китае очень много народа. То есть да, мы освобождаем место для китайцев, да? Индусы там, не знаю. Александр? Вернусь ли я в свой город? Но зачем? К родителям, к родным местам. Есть же понятие маленькой родины. Вернуться туда победителем, может быть. Ну, победителем вернусь. С триумфом. С триумфом, да. А приехать туда покорять свой родной город, попытаться там всем понравиться. Нет, скажем, вот будь тебе уже 60 лет, вот станешь ты состоятельным человеком и подумаешь, вот где бы мне последние годы жизни свои прожить? С женой, с семьёй. То, что тебе 60 лет, ты ещё молодой. Ну, допустим, да? Не надывай. Ну, я в 60, может быть, уже поехал бы. Я бы задумался над такой проблемой. И вот с семьёй взять и поехать в этот город. И жить спокойно, может быть, маленький даже домик снять, допустим. Жить спокойной жизнью там. Ну, может, там уже не будет спокойной жизни. Может быть. Я приеду, посмотрю обязательно. Но на месте уж там разберёмся. Вспомнить ту песочницу, в которой ты игрался и на качелях, в которой ты качался. Вспомнить тот запах листьев, когда ты с утра выходил из дома и смотрел на них, нюхал, как всё благоухало в то время. Это печально, потому что это говорит о том, что ничего там не будет нового в этом городе. Да. Когда мне будет 60 лет, это будет лет через 40. То есть на себя не развивается. Какая печаль, да. Всё как было, такая осталась. Может быть, ты вернёшься, чтобы привнести туда что-то новое. Может быть. Я и говорю, когда будет 60 лет, приеду и разберусь. Понятно. В своих чувствах и в том, что делать с этим городом. Но боевое настроение — это замечательно. Спросить у президента? Вполне. Нам нужно оценивать свои возможности. И для каждого свой уровень покоряй. Для этого нужны годы. Нет ничего невозможного. Я думаю, конечно, возможно. Всё зависит лично от тебя, от твоих усилий. Покорить Москву можно и нужно. Ну, думаю, это всё относительно. Покорить можно любой город мира, в том числе и Москву, думаю. Возможно. Москва — дама капризная. Как вы считаете, вам удалось её покорить? Вот сейчас, на данном этапе? Я ей нравлюсь явно. Так. Это очень полезно. Это взаимно, да? Мы флиртуем, а... Пытаемся, пытаемся. Карина? Сложно, но возможно покорить её. То есть процесс идёт в плюс? Да, маленькими шажочками иду к своей цели. И думаю, что дойду. Светлана, тебе удаётся покорять свой родной город? Я думаю, да. Особенно в те моменты, когда я её ловлю в игривом настроении. То есть, когда она поворачивается ко мне своей такой жизнерадостной стороной, позицией, вот, тогда всё хорошо. Говорят, что Москва слезам не верит. Это действительно так. Зато Москва верит в целеустремлённость, уверенность в своих силах и творческий подход. Не бойтесь покорять Москву, но не бойтесь и покориться ей. Это была программа «Все свои» на телеканале «Просвещение». Если вы хотите стать участником программы или предложить темы для обсуждения, присылайте сообщение на нашу электронную почту. Все свои. Собака. Просвещение. ТОЧКА. ТВ. До встречи на следующей неделе. Спасибо большое за беседу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова